Добрый день, коллеги. Я немножко пару слов расскажу о своей, скажем так, принадлежности к программе «Педагогическое образование». Я веду дисциплины, которые связаны с педагогическим дизайном. У нас на программе, я так понимаю, что Юлия Николаевна выступала и рассказывала про программу, про теки. Напомню, что у нас на программе два трека. Это трек, который называется «Преподавание в современном мире», где мы готовим учителей, они работают в школе, мы им помогаем, я надеюсь. И второй трек – это трек под названием «Дизайн образовательных продуктов», который направлен на подготовку педагогических дизайнеров для образовательных организаций, потому что я сегодня буду говорить о том, что и в школах нужны педагогические дизайнеры, в частности, промосковские школы, для работы в таких организациях, которые занимаются дополнительным образованием, ну, собственно, известные всем, да, и Стелбокс, и Учуру, и Фоксфорд, и многие-многие другие, которых я здесь не перечислила, вот, и в этом году мы выпускаем первый набор педагогических дизайнеров, и вроде бы он такой успешный в том смысле, что все коллеги уже, все студенты нашли уже в ходе обучения себе работу, ну, и, собственно, несколько раз даже ее поменяли, ну, собственно, меняется интерес, прирастают какие-то умения и навыки, поэтому все довольно-таки успешно. Темой моего выступления я постараюсь положиться где-то в минут 50, дальше хотелось бы оставить время на вопросы, и тема моего выступления, значит, будет посвящена, и вообще содержание моего выступления будет посвящено педагогическому дизайну, некоторой такой исследовательской повестке в области педагогического дизайна, то есть мы не только занимаемся инструментами и практикой педдизайна, мы занимаемся еще и теорией, у нас на программе две дисциплины, которые, скажем так, разделяют педагогический дизайн на две области, на теорию и практику, есть еще дисциплина мотивационный дизайн, вот веду ее тоже я. Далее мы с вами все-таки попробуем отличить, скажем так, назвать отличия педагогического дизайнера-методиста, потому что анализ рынка труда, российского рынка труда, показывает, что пока этого разделения нет, к сожалению, и в одну кучку складывают все, весь функционал и педагогического дизайнера, и методиста, ну, а лучше, если бы, собственно, это были два разных человека, обладающие разным набором компетенций, но работающие на одно общее дело. И дальше я, ну, скажем так, приведу в качестве примеров несколько инструментов педагогического дизайна, которые, собственно, мы и изучаем на программе, и которые можно использовать и учителю, и педагогическому дизайнеру, и довольно полезно, как показывает уже опыт, практика, использовать в образовательной организации. Так, одну секунду, у меня сейчас просто будут проблемы с демонстрацией, поэтому я выключу свое видео, я здесь, вы меня видели. Значит, итак, коллеги, что такое педагогический дизайн? Давайте немножко поговорим об этом. Хотелось бы подойти к ответу на этот вопрос, ну, с обозначением некоторой актуальности педагогического дизайна. Я хочу сказать, что сегодня нынешняя система образования и процесс обучения видоизменяется, и, собственно, он корректируется, можно сказать, что на каждом этапе развития общества, да, все какие-то под влиянием каких-то изменений находимся. И вот текущий этап, он хорнуется такими изменениями, как то, что меняется представление об образовательных результатах, помимо традиционных предметно-ориентированных компетенций, развиваются универсальные компетентности. Ну, компетенции и компетентности в данном случае мы не различаем в институте эти понятия. А вот по универсальным компетентностям я могу порекомендовать посмотреть доклад под руководством под научной редакцией Марии Добряковой, он так и называется, «Универсальные компетентности и новые грамотности». Он висит в свободном доступе, в полнотекстовом доступе на сайте института образования. Была проведена большая работа и вот подготовлен такой международный доклад. Во-вторых, существенно изменяются требования к технологиям оценки образовательных результатов. То есть свечаются какие-то объективные инструменты оценки. Ну и, наконец, мы не можем, скажем так, с счетов снимать цифровизацию общества. А сейчас мы вообще живем в состоянии такого хайпа в условиях того, что у нас есть искусственный интеллект у всех у нас, да, и он развивается, развивается довольно бытро, и это приводит к увеличению доли цифровых инструментов в целом, и онлайн взаимодействия, и какие-то другие возможности открываются для программ, для самих студентов, для повышения уровня гибкости. И в будущем понимаем, что гибкость форм обучения, она будет только расти. И при этом меняется сама роль обучающегося, школьника или студента. Им приходится планировать, контролировать свое собственное обучение, ну и становиться, скажем так, более автономными, более самостоятельными. Это существенно повышает требования к качеству обучения и, собственно, скажем так, вызывать к жизни новые направления, какие-то новые инструменты, которые способны повлиять на это качество. И в свете этих тенденций переоценка важности педагогического дизайна на всех уровнях образования, она происходит. Почему переоценка? Потому что, собственно, педагогический дизайн – это, конечно, сравнительно молодое явление, если его сравнивать с дидактикой Янамуса Каменского, там, от 17 века, да, и Пистолуца, который был еще раньше. Вот, но все-таки он, скажем так, сравнительно молод, я немножко там историю расскажу. И в зарубежной литературе синонимичными понятиями педагогическому дизайну являются вот instructional design, вы видите на экране learning design, learning experience design и так далее. В российской литературе чаще всего это называют педагогический дизайн, дизайн обучения, педагогическое проектирование, педагогическая технология и дидактика. Если кто-то из вас учился или учится в педагогических институтах, то очень хорошо узнают, что такое дидактика. Дидактика изучается как самостоятельный предмет, как некоторое направление в педагогике, и дидактика – это, собственно, теория обучения. Итак, педагогический дизайн можно разделить на две части. На теорию и на практику. Если говорить о теории, то это область науки, которая занимается изучением эффективности учебных материалов, средств, которые создают условия для обучения, которые создают среду обучения. Педагогический дизайн как практика – это уже непосредственно процесс разработки, процесс создания, применения и оценки учебных материалов. То есть в качестве учебных материалов мы можем иметь в виду и различные тематические модули, и программы учебных дисциплин, и сценарии учебных занятий, и сценарии уроков, если это школа, ну и что-то, наверное, какие-то другие вещи. Я хочу сказать, что за рубежом педагогический дизайн довольно давно стал привычным элементом как образовательной практики, так и академической среды, академических работ. И в других странах обсуждению вопросов, связанных с педагогическим дизайном, посвящен целый ряд дискуссий. К сожалению, у нас в России не такая насыщенная дискуссия в области педагогического дизайна, хотя можно сказать, что она начинает, скажем так, появляться и нарастать. Просто дело в том, что в России отсутствуют авторские модели педагогического дизайна с какой-то доказанной эффективностью, вот о моделях я буду говорить дальше, а также эмпирические работы, которые были бы посвящены, например, описанию результатов адаптации зарубежных моделей к российской действительности, к практике. Ну вот несколько слов об истории педдизайна. Педагогический дизайн, он довольно молод, и он возник в тот сложный исторический отрезок времени, когда необходимо было быстро и эффективно обучить большое количество людей выполнять сложные технические задачи. И это произошло в период Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки, когда в работу были активно включены психологи, в первую очередь когнитивные психологи, Роберт Ганье, Лесли Брикс, здесь вот ее есть определение, вот последняя схемка. И педагогический дизайн понадобился для того, чтобы разрабатывать методики военной подготовки. После окончания Второй мировой войны исследования эти продолжились, и педагогический дизайн стал уже оформляться как некоторое такое самостоятельное направление. Здесь вы видите три определения на слайде трех разных авторов, но, собственно, они очень похожи, можно вычленить некоторые такие общие вещи, что педагогический дизайн – это процесс. Процесс для чего? Для того, чтобы проанализировать те проблемы, которые стоят, образовательные проблемы перед, скажем так, целевой аудиторией. Дальше проанализировать потребности целевой аудитории, понять целеполагающую часть образовательного процесса, то есть какие цели ставим, какие ставим ожидаемые образовательные результаты. Ну и, собственно, как происходит разработка системы способов передачи знаний, то есть как передаем содержание, через какие виды деятельности, через какие учебные задания и, конечно же, как оцениваем то, что уже разработано. Итак, кто же такой педагогический дизайнер? Хотелось бы поговорить вот на эту тему, я здесь слежу за временем. Итак, сейчас, скажем так, все более и более начинает возрастать спрос на педагогических дизайнеров на рынке. Вот буквально вчера студентка второго курса прислала мне ту вакансию, которую ей предложили из Центрального университета Тинькофф, который, я так понимаю, что формируется, это молодая такая образовательная организация, которая предполагает, что там будет и бакалавриат, и магистратура, ей предлагают идти туда педагогическим дизайнером. Я посмотрела, какие требования к функционалу предъявляются, значит, ну вот, собственно, этой вакансией предъявляются работодателя. По сути, все, многое из того, что вы сейчас видите на слайде. Ну, может быть, в данном случае целевой, не может быть, а точно, в данном случае целевой аудиторией будут не школьники, будут студенты, но педагогический дизайнер должен уметь проводить анализ потребностей обучающихся, ну, скажем так, снимать, делать скрининг такой первичного уровня их знаний, потому что нужно понять, да, что есть у обучающегося на входе и чего ему еще не хватает. Далее, ожидаемые образовательные результаты. Также вакансия содержала в себе, что человек должен знать, разбираться в моделях педагогического дизайна, должен уметь структурировать материал в соответствии вот с этими инструментами, в соответствии с этими моделями. Ну, собственно, вот подбор средств и методов обучения, средства, скажем так, средства проектирования, это вот и есть модели, о которых я говорю и дальше буду говорить. Разработка наполнения курса, то есть разработка тестов, заданий, опросов, средств сбора информации, собственно, создание и выстраивание самого курса, загрузка этого курса на платформу и разработка методов и способов оценки курса, то есть как будем оценивать, пришли наши обучающиеся, достигли они ожидаемых образовательных результатов или нет. Ну и, конечно, очень важен рефлексивный этап, когда педагогический дизайнер постоянно обращается к тому, что он уже сделал, смотрит на это, ну, в какой-то степени с критической точки зрения, ищет решения для совершенствования, для корректировки, для постоянного развития своего курса. Ну, собственно, вот тот перечень задач, которые вы видели на предыдущем слайде, я его здесь укрупнила вот в такие вот группы ключевых компетенций педагогического дизайнера, ну, их как минимум, по-моему, пять. Значит, то есть умение проводить оценку потребностей в обучении, анализировать образовательные потребности целевой аудитории, определять там пробелы в знании и так далее, проектировать ожидаемый образовательный результат. Далее выбирать подходящий подход к обучению. То есть в зависимости от результатов этого анализа педагогический дизайнер понимает, какой инструментарий, какие подходы, какие модели ему необходимо здесь использовать. Далее, ну, скажем так, группа, я бы не просто это в виде одной строчки, строчки назвала бы, как разрабатывать образовательную программу, а знать все нормы и правила, которые знать в первую очередь, конечно, понимать, что существует в педагогическом дизайне очень важный принцип, он называется принцип конструктивной согласованности, когда при разработке образовательной программы все ее компоненты должны быть между собой согласованы, они должны взаимодействовать. Ну, собственно, сама разработка учебно-методических материалов, очень важная группа компетенций, как взаимодействия со стейкхолдерами. То есть в качестве стейкхолдеров могут выступать и заказчики обучения, и эксперты в предметной области, и родители, если мы с вами говорим про школьников. И вот взаимодействие, поддержание определенной коммуникации. Мы сейчас тоже думаем на программе, как вот, скажем так, закрывать это умение, этот навык студентов, наших педагогических дизайнеров, то есть, может быть, какие-то тренинги вводить там по взаимодействию, по коммуникации. Но на самом деле это очень важно для педагогического дизайнера. Ну и, безусловно, оценивать эффективность результатов обучения. Опять-таки, достигли, насколько достигли, в какой части продвинулись, и что нужно сделать на последующем этапе для того, чтобы избежать каких-то, я не знаю, дефицитов, каких-то лакон и так далее. Итак, я говорила коллеге о том, что педагогические дизайнеры сегодня требуются в самой разной образовательной организации. И я бы хотела привести пример кейс московского образования. В 2022 году в системе московского образования был принят новый стандарт методической работы в школе. И в соответствии с этим стандартом в методическую команду школы может быть включен, не буду говорить, что должен, это каждая школа делает в зависимости от своих финансовых возможностей, каких-то ресурсов, желаний, необходимых, необходимости в этом. Так вот, в методическую команду московской школы, а вы знаете, что они очень большие сейчас, может входить педагогический дизайнер. И он, педагогический дизайнер, этот специалист должен обладать, ну, примерно, я бы так сказала, не обязательно, чтобы прям строго следовать вот этим вот поинтам, которые вы видите сейчас на экране, но примерно должен обладать вот такими вот, скажем так, умениями. То есть он должен владеть технологиями дизайна образовательных программ, с учетом мнений и потребностей различных групп целевой аудитории. Я хочу сказать, что здесь вот это вот такое фото, скажем так, из стандарта, да, специально вырезала оттуда. Я бы так сказала, что не просто технологиями дизайна, а именно вот нужно владеть тем большим, развернутым, разнообразным набором инструментов, с помощью которых такие образовательные программы можно проектировать. Ну, дальше он должен быть, конечно, там осведомлен о различных трендах в сфере образовательных технологий, методика обучения, дидактики. Еще раз повторю, что это наше российское, скажем так, достижение, да, дидактика советской и постсоветской педагогики. И, собственно, дидактика от педагогического дизайна не слишком уж сильно отличается. Я потом скажу, чем она может отличаться. Далее, педагогический дизайнер должен владеть инструментами организации совместной работы педагогов. Вот, кстати, почему я подчеркнула важность, да, важность формирования и умений, и навыков передизайнеров, уметь работать там в команде, уметь работать с другими людьми, помогать им, сопровождать, предоставлять обратную связь и так далее. Ну и многим другим, я здесь все сейчас с этого слайда перечислять не буду. Ну, это, я могу сказать, что сегодня педагогический дизайнер с таким специалистом, я бы так сказала, широкого, довольно широкого профиля. И немножко вот прежде чем мы перейдем к обзору исследовательской повестки, я бы еще хотела сделать вот такое вот уточнение, что, скажем так, анализ российского рынка труда в области запроса на педагогических дизайнеров, на методистов. Есть у нас еще такое устрашающее слово на нашем российском рынке труда, как методолог. Ну, просто люди, которые прошли через, имеют, скажем так, ученые степени, они, скажем так, под методологией имеют несколько иное, чем просто разработка образовательных программ. Вот. Так вот, российский рынок пока не выстроил свою позицию относительно того, а кто же такой педагогический дизайнер, а кто такой методист. И анализ зарубежных работ показывает, и зарубежных исследований показывает, что это разные люди, что это разные специалисты с совершенно разным набором функционала. Каким? Ну, во-первых, методист – это тот человек, который знает закономерности обучения какому-то конкретному предмету и знает методики преподавания, математики, например, или истории, или химии, и методики обучения школьников этим предметам. А педагогический дизайнер – это некоторый такой верхнеуровневый специалист, который хорошо разбирается в психологии, который понимает в теориях обучения, который знает и умеет использовать различные инструменты. Вот под инструментами в случае я имею в виду те же самые модели пед-дизайна, и который может выписать рецепт любому предметнику, там, учителю или преподавателю, будь то, опять-таки, математика, история, физика, химия. Специалист именно в теории, практике обучения в отсутствии привязки к какому-либо предмету. А вот там, где нужна привязка к предмету, здесь подключается, включается в работу методист. И, кстати, вот зарубежный кейс, это показывают, что вот эти три специалиста, почему три, педагогический дизайнер, методист и преподаватель или учитель в школе прекрасно работают и показывают, опять-таки, публикации, говорят, имеют очень приличный результат. Итак, коллеги, все-таки я думаю, что здесь среди вас не все учителя, будущие или там педагогические дизайнеры, и здесь, наверное, исследователи, аналитики, и, возможно, вам будет интересен такой небольшой вопрос по поводу того, какова, собственно, исследовательская повестка в области педагогического дизайна. Ну вот я могу сказать вас, отправить, рекомендовать вам зайти на сайт Института образования в раздел «Регулярные издания», серия «Современная аналитика образования», где вы увидите вот такую вот книжку, скажем так, в 44 страницах нашей группы. Вот те коллеги мои, которые занимаются изучением педдизайна, там, с точки зрения теории или с точки зрения практики, и посмотреть, ну, собственно, какие там тренды мы обобщили, анализировали, и что из себя представляет советская и зарубежная исследовательская повестка. Мы посмотрели несколько метаанализов, и вот один из них, австралийских, если не ошибаюсь, авторов от 19-го года, говорит о том, что это была такая масштабная попытка предпринята обобщения педдизайна и технологий именно, то есть не только самого педдизайна, а педдизайна именно в преломлении к технологиям различным. Каким технологиям, я дальше скажу. Так вот, коллеги посмотрели, проанализировали, прочитали почти 42 тысячи статей, начиная с 2007 года, и показали, что педагогический дизайн является подлинно международной областью исследований. Однако они отметили, что так как педдизайн является очень таким вот широкомасштабным, скажем так, широкомасштабной областью, то есть там много чего внутри, то они отметили, что слишком маленькое количество связей между исследованиями внутри этой области. И вот пятерки лидеров по количеству публикаций, они выделили, определили, значит, в топ-5, скажем так, определили такие страны, как США, Тайвань, Великобритания, Австралия и Турция. Вот, кстати, коллеги из Турции, у них не один метаанализ, я вот буду об одном еще рассказывать вам, то есть они серьезно очень занимаются педагогическим дизайном и изучают как, скажем так, отдельные модели педдизайна, так и теории обучения и делают довольно-таки интересные публикации. Итак, если говорить о технологиях, ведь я уже сказала, да, что педагогический дизайн, его применительно вместе, скажем так, с технологиями изучали, то можно сказать, что 70-е годы – это обучение с использованием мультимедиа, 80-е годы – это переход от аудиовизуальных средств в обучении к компьютерным средствам обучения, 90-е годы, которые я очень хорошо помню в своей профессиональной деятельности – это дистанционное обучение, нулевые годы – это коллаборативное онлайн-обучение и использование информационно-коммуникационных технологий. Ну не только в школе, вообще в целом в образовании. И вот тот, ну так как их публикация вышла в 2019 году, то скорее всего, что они себе ставили, ну, как крайнюю рамку, да, как границу, верхнюю в смысле, нижняя 2007, верхняя 2018, то можно сказать, что вот тот тренд, который зафиксирован в эти годы, он продолжает сохраняться и развиваться и сейчас, учебная аналитика и коллаборативное обучение на мобильных устройствах. И только сегодня уже это немножко иная учебная аналитика, да, там, дашборды, обучение и корректировка программ на основе данных и, собственно, дизайн обучения на основе этих данных, ну и, конечно, искусственный интеллект, без которой сейчас наше всё. Вот я говорила вам о том, что турки довольно много посвящают изучению эффективности различных моделей педизайна, и в 2017 году был проведен вот такой контент-анализ исследовательских трендов в моделях педагогического дизайна. Данные были взяты, материалы были взяты за 15 лет, и результаты этого анализа показали, что наиболее предпочтительными моделями педагогического дизайна являются следующие. Я очень коротко… извините, я сегодня с 10 утра рассказываю про педдизайн, у меня ещё было несколько выступлений впереди, поэтому голоса уже не остаётся. Итак, пять моделей. Ну, одна из них, я бы так сказала, не модель, а подход, таксономия Роберта Ганье и Лесли Брикс, и очень кратко характеризую каждую в отдельности, начнём с Эдди. Я думаю, что многим из вас можете в чат поставить плюсик, если вам известна модель Эдди, коллеги. А вы там вообще, нет? С чёрными… Вадим Валерьевич Рада искал недавно. С чёрными карточками сложновато общаться. Да, вот я вижу чат. Минус, 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 минус. А плюс есть. Плюс. Прекрасно. Плюсов довольно много. С вашего разрешения я не буду до конца фиксировать плюсы и минусы. То есть я вижу из того, что обозначено в чате, что большинство знает, что такое модель Эдди. Я напомню, что этот инструмент пришёл в образование из бизнеса. Это такая пятиэтапная модель проектирования, по которой можно проектировать и образовательные программы, и онлайн-курсы, ну или просто курсы без онлайн. Итак, эта модель включает в себя пять шагов. Первый шаг – это анализ. На этапе анализа проводится… Ну, анализ уж, извините за повторение, анализ образовательных потребностей целевой аудитории. То есть что знают, что умеют, что недостаёт в знаниях и умениях, да, какие есть интересы, какие есть потребности, какая есть мотивация, в каком направлении дальше развиваться. Дальше дизайн. Второй этап, то есть, собственно, проектирование. То есть это тот этап, на котором возникает, ну, я бы так сказала, замысел, идейный замысел. Рисуется, ну, я так утрирую, да, конечно, рисуется некоторая такая композиция того, как будет, например, выглядеть там программа курса, как будет выглядеть сам онлайн-курс. Дальше. Следующий шаг – девелопмент, то есть разработка, развитие. Собственно, вот этот идейный замысел, он получает уже, его облекают в некоторую форму и наполняют контентом. Дальше. Следующая буква I – implementation, внедрение. То есть когда то, что было разработано на предыдущих вот трёх этапах, внедряется, там, опробируется, проводится работа с преподавателями и с обучающимися, настраивают их на то, вот что, собственно, от них требуется в рамках этого образовательного продукта. И последняя здесь буква в этой аббревиатуре – evaluation, то есть оценка. Я сразу хочу сказать, что оценка, она может присутствовать на каждом из этапов этой модели. То есть завершили этап, оценили, что получилось, что не получилось, ну, то есть провели такую некоторую… Это такая старенькая модель, очень… Если вы зайдёте в сеть интернет, то, соответственно, найдёте про неё огромное количество материала. Следующая модель – это модель мотивации к обучению Джона Келлера. Джон Келлер – это американский педагог, психолог, который занимался изучением мотивации. Кстати, по ней тоже есть серьёзные такие довольно-таки научные публикации. Кстати, по-моему, турки тоже по ней, по этой модели провели метаанализ, подготовили, который, собственно, доказывает её эффективность. Так вот, эта модель, она состоит вообще из пяти этапов. Но здесь в качестве вот буквы, аббревиатуры, отмечены четыре этапа, о которых я скажу. То есть первый этап – это внимание. Предполагается, что проектировщик на первом этапе формирует внимание обучающегося и пытается с помощью каких-то методов и способов его удержать. То есть либо это могут быть, не знаю, мозговой штурм, это может быть какая-то интрига, которая подаётся в начале обучения, это может быть какая-то проблема, в решении которой погружаются студенты и так далее. Дальше следующий шаг – это значимость или актуальность. Даже, я бы даже сказала больше релевентность – значимость, потому что на этом этапе необходимо пояснить студенту или школьнику, насколько значимы для него могут быть результаты этого обучения. То есть не просто, знаете, вот так сухим языком нашим, педагогическим, должен уметь делать то-то, будет знать то-то и так далее. А именно вот с точки зрения практики, что он будет уметь делать, если он достигнет в практике, в своей профессии, в учебной деятельности, если он достигнет студента этого результата. Дальше следующая буква – это уверенность. Здесь у преподавателя довольно-таки такая важная роль, ну и у проектировщика, если это одно лицо, тем более проектировщика, преподавателя очень важная роль – вселить уверенность студента в собственных силах. И вот эта уверенность, она вселяется в том числе через, например, обратную связь. Через ту обратную связь, которую студент или школьник получает от преподавателя на протяжении всего процесса обучения. Дальше, следующая буква – это удовлетворение. Осталось у нас четвертое. То есть, скажем так, мотивация, исследования показывают, что мотивация держится дольше, если у студента, у школьника есть удовлетворение от полученных результатов. Ну и последняя буква, которая здесь не обозначена. Почему? Потому что изначально в 90-е годы, когда Джон Келли разработал свою модель, она была у него такая четырехкомпонентная. Дальше исследования с этой моделью продолжались. И в нулевых годах он, значит, добавляет пятую букву V – волеизъявления. И говорит о том, что чем большей силой воли обладает человек, тем вероятность достижения цели намного больше. Далее, следующий подход, который турецкие коллеги учили в область, скажем так, трендов в эпидемиологическом дизайне, в ключевые модели. Среди большого количества моделей педдизайна, то есть есть разные цифры, кто-то говорит, что их 70, кто-то говорит, что их около 100, но совершенно точно, что их немало. Это подход или таксономия Роберта Ганье и Лесли Брикс. Роберт Ганье – это как раз один из тех серьезных психологов, который первым, скажем так, начал работать в области педагогического дизайна и разрабатывает те самые методики военной подготовки, о которых я говорила в начале своего выступления. Итак, этот подход, он включает в себя последовательность девяти шагов, которые можно выполнить, можно и нужно выполнить на протяжении всего процесса обучения, то есть это привлечь внимание, например, к теме, объяснить цели и задачи, представить учебные материалы, включить этап практики, где будут отрабатываться определенные умения, предоставить обратную связь и очень важный момент, который они подчеркивают. Перевод того, что будет знать и уметь студент, именно в практическую плоскость, то есть помощь студентам в сохранении их знаний, в приумножении и, соответственно, в правильном их применении. Дальше, следующий… Сейчас, коллеги, я сейчас посмотрю, что у меня там. А, все, извините. Я имела… «Леди Модел» можно сейчас пропустить, потому что дальше я про нее буду говорить. Итак, к последней модели перейду. Модель Дика и Кэри, ее называют модель обратного дизайна или моделью обратного проектирования. Почему обратного? Потому что в этой модели все начинается с проектирования ожидаемых образовательных результатов. Эта модель, ее называют иногда моделью системного подхода, она отличается от других моделей очень тщательным аналитическим этапом. То есть на этом аналитическом этапе, в рамках этого аналитического этапа, этой модели, значит, происходит и определение целей и задач курса. Важно, чтобы студенты понимали цели и ожидаемые образовательные результаты. Важно, чтобы они понимали, чему они смогут научиться в практике, после того, на практике, после того, как пройдут обучения, дальше проведение учебного анализа. То есть надо понимать, что у студентов есть при входе, какие знания и умения, а чего у них нет, какие есть дефициты, то есть что, какие лакуны заполняем. Далее анализ целевой аудитории контекста, то есть в рамках этой аналитической части выявляем некоторые личные предпочтения, факторы мотивации и так далее. Ну и далее определяется, собственно, а как студенты будут решать эти задачи в дальнейшем, после того, как они предполагаются, проектируются, конечно, ситуация, после того, как они закончат обучение и придут к себе на рабочее место. И, значит, вот как в такой рабочей профессиональной среде можно будет проверить то, чему они научились. Так, сейчас, одну секунду, я просто здесь принудительно перейду к той части. Значит, итак, модель 4CID. Значит, вы видели у меня на предыдущем слайде, который я комментировала тщательно, было обозначение этой модели, что это за модель. 4Components Instructional Design Model. Четырехкомпонентная, педагогическая или образовательная, в данном случае, неважно, модель. Значит, эта модель впервые была разработана когнитивными психологами в конце 80-х, в начале 90-х годов в Нидерландах. И эта модель создана именно как раз для задач системы высшего образования. Почему она четырехкомпонентная? Потому что она включает в себя четыре компонента. Здесь я сразу предупреждаю, что вот второй и третий поменены местами. Прокомментирую. То есть в этой модели вообще проектирование начинается с формулировки аутентичной проблемы. Аутентичная это та проблема, с которой предполагается, что обучающийся или студент может встретиться в своей реальной профессиональной жизни. И под эту аутентичную проблему авторы предлагают проектировать обучающие задачи. Там есть своя типология. Коллеги, ну кто к нам придет учиться? Те с этой моделью студенты будут очень-очень подробно ознакомиться и, скажем так, практиковаться с этой моделью. Дальше. Для того, чтобы студенты могли решить обучающие задачи, им предоставляется некоторый пул такой теоретической информации. И она называется вспомогательная или сопровождающая информация. Далее. Для того, чтобы снизить их активную нагрузку, к каждой задаче предоставляется своевременная информация. Что такое своевременная информация? Это различные инструкции, шаблоны, схемы, графики, памятки, алгоритмы, модели и так далее. Ну и если в ходе проектирования понятно, что есть навыки, которые нужно довести до автоматизма, это так называемая повторяющаяся группа навыков в этой модели, то, соответственно, ученые предлагают еще четвертый компонент, частичную практику. То есть это такой дополнительный пул заданий, который работает именно на формирование какого-то навыка. Ну, например, хирургам крайне необходим навык полосного разреза на человеческом теле. И вот для того, чтобы такой разрез сделать, соответственно, добавляется частичная практика. Дальше, если мы будем говорить в целом о подходах, я немножко уже начинаю торопиться, потому что слежу за временем. Если говорить о подходах к проектированию, о подходах к проектированию, то в пед-дизайне их как минимум два. Это проектирование от образовательных результатов и проектирование от образовательного опыта, вот тот самый Ленин, проектирование от проблем, в частности, от аутентичных проблем. Значит, вот что нам, в чем нам и помогает 4CID Model. Значит, вот вы видите сейчас на экране такую модельку, довольно простую, линейную, последовательную, как модель понимания через проектирование. Вот именно эта модель, она была разработана британскими когнитивными. Говорит о том, что она создана была именно для задач школьного образования. Главной ключевой категории этой модели является понимание, категория понимания. То есть ученые в этой модели говорят о том, что нельзя сформулировать, например, результат, ну вот такой вот, что студент будет понимать, или там школьник будет понимать какие-то там явления, процессы и так далее. Понимание – это комплексная категория. И можно сказать, что он понимает, когда мы видим, что он умеет объяснять, он умеет применять или использовать, он умеет интерпретировать, то есть подбирать какие-то аналогии, умеет проводить самооценку, умеет сопереживать, то есть это, если обращаться к школьному стандарту, то там есть вот такая группа личностных образовательных результатов. Значит, и умеет видеть перспективу, то есть складывать из отдельных частей общую картину, единое целое. Ну вот вы здесь видите, коллеги, набор моделей, значит, которые демонстрируют вот эти вот подходные там от цели, от образовательных результатов и от проблем и потребностей. То есть это, собственно, вот все те самые модели, которые я называла. Ну и мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, связанном именно с результатоориентированным обучением. То есть чаще всего приходится сталкиваться, скажем так, с моделями, с инструментами, которые помогают нам проектировать учебный процесс вот в такой результатоориентированной парадигме. И здесь я хотела бы вам напомнить, что, ну, во-первых, образовательные результаты от одной из ключевых категорий педагогического дизайна. Что же такое образовательные результаты? Это ожидаемые, измеряемые достижения обучающихся, которые выражены на языке знаний, способностей, умений, компетентностей. То есть образовательные результаты будут описывать, что будет в состоянии делать студент или школьник, когда он завершит изучение программы в целом, части программы какого-то отдельного модуля или, может быть, даже отдельного занятия. Так вот, если говорить в целом о результатоориентированном обучении, то это есть такая вот outcome-based education, такая целая философия образования или теория образования, или её называют системной структурой образования, и даже практикой, потому что она включает в себя набор идей, которые влияют на учебный процесс. Ну, автором этой результата ориентированной парадигмы является Вильям Спэдди. У него есть вот здесь ссылочка на экране, целая книжка, посвящённая, значит, этой теме. И вот очень фраза из его книги, которая, мне кажется, отражает вообще вот всю суть, то есть ключевой тезис результата ориентированного обучения. Обучение не имеет существенного значения, если результаты не отражают службу реальной жизни и не выделяют те жизненные роли, с которыми обучающих столкнуться после того, как они закончат своё формальное обучение. И среди этих ролей Вильям Спэдди приводят вот такие вот роли, которые вы видите сейчас на экране, но это вот, знаете, не в прямом смысле, то есть ученик-школьник или ученик-студент. Ученик – это человек, который учится, учится всю жизнь. Кажется, это вот как-то long-life learning, да, это важное направление в нашей жизни, в жизни любой мыслитель, человек, который размышляет, человек, у которого есть определённые навыки, критическое умышление, креатива и так далее. Человек, который может работать в команде, человек, который может быть партнёром по команде, очень важно. Значит, лидер, человек-лидер, организатор, то есть организует там, сегодня организационная функция, она тоже довольно-таки важная. И, собственно, ключевые, если мы будем с вами укладываться, то есть работать в результаты ориентированной парадигме, то для нас, как для проектировщиков, очень важны вот такие вот ключевые вопросы. Чему мы хотим научить обучающихся? Почему мы хотим, чтобы обучающиеся этому научились? Как можем помочь обучающимся узнать эти вещи? И как мы узнаем, что обучающиеся этому научились? Ну, собственно, я, наверное, буду завершать и скажу, что вот результаты ориентированной обучения – это та теоретическая основа, на которую опираются модели обратного проектирования. Я вам говорила, приводила в качестве примера, сегодня две модели обратного проектирования – это модель Дика и Кэри и модель Understanding by Design – понимание через проектирование. То есть там, где проектирование начинается с, скажем так, создания, с разработки трех групп образовательных результатов – на понимание, на перенос и на овладение. Про понимание я говорила, на какие, значит, грани оно делится и как, собственно, из чего оно складывается, да, эта категория. Так вот, если мы будем с вами, скажем так, обобщать разные модели пед-дизайна в формата Backward Design, обратного проектирования, то все они примерно выглядят одинаково. То есть на первом шаге происходит планирование результатов, которых должны достичь обучающиеся. Далее определяется содержание и стратегия обучения. То есть чему учим и как учим, да, отвечаем на эти вопросы. И дальше как оцениваем, то есть как оцениваем процесс обучения, как оцениваем те образовательные результаты, которым придут обучающиеся. Так, коллеги, ну, я, собственно, завершила. Какие у вас будут ко мне вопросы? У нас с вами осталось 10 минут на вопросы. Можно писать в чат, можно говорить голосом, включать видео, не бояться. Сейчас посмотрю чат, пока у нас плюсики-минусики. Ну, я не знаю, что знала Светлана. Может быть, вы скажете, включите микрофон и скажете. Я в шоке, вопросов нет. Я не очень поняла, чем в шоке. Можно прокомментировать. Светлана включила звук. А у вас не слышно, Светлана. Простите, а можно я вопрос задам, пока я с Светланой? Да, конечно, конечно, конечно. А вот я хотела спросить, может быть, вы приведете примеры каких-то уже действующих курсов или... Ну, я не знаю, может быть, которые можно посмотреть, и, ну, с вашей точки зрения, они, ну, какие-то вот хорошие варианты. Онлайн-курсы вы имеете в виду? Ну, онлайн-курсы, да. Или, может быть, какие-то проекты в школах московских, которые вам нравятся, вот, чтобы именно на примере понять, ну, вот, в какую сторону двигаться, грубо говоря. Значит, ну, начнем с онлайн-курсов. Я могу сказать, что... Уж извините за такую нескромность, но я могу порекомендовать вам посмотреть свой онлайн-курс, который лежит на национальной платформе открытого образования. Он так и называется – «Основы педагогического дизайна». Значит, там первые две недели можно посмотреть абсолютно доступно. Собственно, где дается концепция курса, поясняются, поясняются там элементы содержания, элементы контроля. Дается, кстати, интервью, вот в первых неделях интервью, ну, почти все интервью экспертов, которых вот мы приглашали на этот курс. То есть это, например, автор там рамки универсальных компетентностей, вот Мария Добрякова, да, это и Марина Пинская, которая является признанным специалистом в области формирующего оценивания обратной связи. Это и Виталий Микрюков, который, я правда не знаю, сейчас он продолжает им быть или нет, это директор по маркетингу икры, школы креативного мышления, где он рассказывает про креативные методологии, там, про ТРИС, про Jobs to be done, про латеральное мышление и так далее. То есть вот, ну, скажем так, там же на национальной платформе открытого образования есть курсы по педизайну других вузов, но вы тоже можете посмотреть. По поиску ищется очень просто. Основы педагогического дизайна. И выходите вот на мой курс, там есть очень такой краткий онлайн ролик, в смысле ролик вообще, без онлайн, весь курс онлайн. Значит, есть трехминутный ролик, который так красиво, интерактивно, доступно, весело, с музыкой рассказывает про этот курс. Дальше по поводу московских школ. Ну, вот у московских школ каких-то ярких, вот сейчас не то, что их нет, я не могу привести проектов, я просто не знаю. Я знаю, что далеко не все школы решились на то, чтобы включить в свою методическую команду педагогического дизайнера, хотя бы потому, что, скажем так, есть такие определенные некоторые финансовые показатели, которые некоторым, наверное, школам, ряду школ мешают это сделать. Лучше, конечно, если педагогический дизайнер это будет специалист, который будет освобожден от всей другой учебной нагрузки, от ведения уроков и так далее. Но, скорее всего, что так не получается. Ну, собственно, вы можете посмотреть, там, московская школа, это территория большого количества проектов, и на сайте Департамента образования науки, и раньше был такой сайт, не знаю, как сейчас, школа большого города, вот там можно посмотреть самые различные проекты, возможно, и те, которые связаны с педагогическим дизайном в том числе. Так, очень много информации, да, много. Так, значит, вы говорили, что в отечественной литературе понятие instructional design рассматривается как педпроектирование, и как дизайн, и как дидактика. Да, говорила, подтверждаю. Правильно ли я поняла, что это синонимичные понятия в данном аспекте, или все же есть какие-то различия? Спасибо, спасибо. Так, значит, смотрите, да, я оговорилась, но не, скажем так, оговорилась про то, что есть дидактика, есть педдизайн, но никак их не развела. Поэтому спасибо за вопрос. Сейчас я как раз, вот у нас есть время, я прокомментирую. Значит, дидактика, еще раз, это область педагогики, которая отвечает за теорию обучения. Ну, в данном случае, что такое теория обучения? То есть теория построения учебного процесса. Что у учебного процесса есть целеполагающая часть, есть содержательная часть, есть инструментальная часть, где нужно подумать про то, какими средствами мы будем обучать, какими методами мы будем обучать и так далее. В педдизайне теория тоже есть, я бы даже сказала, что ее больше, чем в дидактике. То есть педагогический дизайн включает в себя и теорию обучения, теории обучения, ну, такие фундаментальные, как бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм, конактивизм и так далее. Тоже у нас есть отдельный курс на нашей программе, он называется «Современная теория обучения». И есть еще отдельный курс, который посвящен подходам, то есть там, например, саморегулируемое обучение, проблемно-ориентированное обучение, самонаправленное обучение и так далее. Это курс, за это отвечает педагогический дизайн теории. И, собственно, что общего между этими двумя направлениями? И дидактика, и педагогический дизайн отвечают на одни и те же вопросы. То есть чему учить, как учить, с помощью чего учить, как оценивать достигнутые результаты, ну и ряд других вопросов. Но при этом дидактика, опять-таки, отвечает исключительно за теорию. И, ну, скажем так, может быть, она и подтягивает практику под себя, но исключительно в виде методики. А педагогический дизайн все-таки имеет очень мощную такую практическую часть, где представлены вот эти самые модели педагогического дизайна, с помощью, через которые можно смотреть, изучать эффективность разработанных учебных материалов, оценивать эти учебные материалы и так далее. То есть вот педдизайн все-таки, он направлен на теорию, на практику, а дидактика преимущественно на теорию. Если коротко отвечать, это вот, это так. Ирина Владимировна, у нас там еще три вопроса. Да, у нас три вопроса. У нас как раз три минуты. Может быть, мы... Вопросы три минуты. Какие перспективы у педдизайна в секторе государственного общего образования при ведении единых образовательных программ? Я не очень понимаю, что вы хотите услышать под перспективами у педдизайна, но, смотрите, на государственном уровне этот вопрос о ведении вообще квалификации педагогического дизайнера, он обсуждался. Его пока нет этой должности, позиции нет в ЕКС, единый квалификационный справочник, там есть там тьютор, методист и так далее. Педдизайнера нет. Может быть, поэтому наши работодатели не хотят вешивать вакансию с названием педдизайнера, потому что не очень понятно, что за этим стоит. Функционал методиста, он довольно-таки хорошо прописан. Вот. И, если я ошибаюсь, есть такой совет по профессиональным квалификациям, который обсуждал квалификацию педагогического дизайнера и применительно к школе, и применительно к ВУЗе, но пока дальше обсуждение, насколько мне известно, дело не пошло. Возможно, на каком-то витке снова вернуться к педагогическому дизайну. Как можно применить технологии педдизайна на занятия по передаче ценностей? Нет. Коллеги, ну, применить довольно можно просто, если вы используете соответствующую модель. То есть инструмент, который направлен именно на, скажем так, на достижение вот таких вот планируемых образовательных результатов, которые связаны с какими-то личностными характеристиками. И такие модели в педагогическом дизайне есть. И как-то очень мелко, очень интересно, какие вышки существуют действия программы для интеграции международного опыта в этой области. Например, стажировки, семинары с турецкими коллегами, взаимообмен специалистов. Коллеги, у нас институт образования – это такая исследовательская, научно-исследовательская структура в составе высшей школы экономики. То есть, пожалуйста, международные конференции, которые, значит, также посвящены отдельным вопросам педдизайна. Это и, например, стажировки в рамках обучения в аспирантуре. Я понимаю, что вы пока в магистратуру хотите поступать, но это на будущее. Тем более, что у нас есть трек «Магистратура-аспирантура». Это вопрос не ко мне, а к тем, кто его курирует. Значит, есть такой трек «Магистратура-аспирантуры». И вот в рамках аспирантуры у нас есть академическая аспирантура, и там есть стажировки, по-моему, двухмесячные, куда, соответственно, в рамках которых можно поехать в другую страну. Ну, если тема вашей работы, она позволяет, она как-то связана с педагогическим дизайном, но в том числе можно и в ту же Турцию, и пообщаться с коллегами. Ну, а так просто можно писать коллегам. У меня, например, аспирантка учится сейчас в аспирантуре, второй курс, пишет диссертацию по обратной связи, и она уже связалась сама абсолютно по собственной инициативе со всеми авторами, которые являются авторами ее теоретической рамки, вот «Фидбэк Литрес». Поэтому, ну, здесь все дело за вами. Вся инициатива в ваших руках. Так, спасибо большое. У нас на часах 17.00. Я зачитала последний комментарий. И, коллеги, давайте, как говорится, соблюдем дипломатию. Есть ли у вас еще какие-то вопросы, реплики, комментарии? Кроме «Спасибо». Если нет, то спасибо вам, что вы сегодня пришли. Я так понимаю, что вас было достаточно много. 49 человек, ничего себе. Извините за мой голос. У меня, правда, сегодня просто все мероприятия в один день. И занятия с коллегами из Псковского университета, и вот летняя школа, так сказать, зимняя школа. Поэтому мы все ждем вас у себя на нашей программе педагогическое образование, в том числе и на треке дизайнеров, если вот вы так, я вижу, что по количеству вопросов это направление вам интересно. С удовольствием вас приглашаем, ждем. Я думаю, что мы доставим друг другу истинное удовольствие от общения. Спасибо. Елена Владимировна, вам спасибо большое, что смогли подключиться, и за вашу такую содержательную презентацию. Благодарю. Спасибо, Калина. Получилось очень быстро, очень много, но просто я пыталась расставить реперные точки, которые потом мы с вами будем раскручивать, скажем так, уже в такие большие шары. Всего доброго. До свидания. Да, до свидания. До свидания.